Всем привет, девочки и мальчики! Сегодня у нас видео давненько не снимал в машине И вот выдалось немножко перерыв в работе Решил вам рассказать Показывал я вам уже свою десятку В ней на тот момент был один китаец Один колд стил интересный Который я опять же что-то доделал сам Что-то делал Александр Пономаренко В итоге оба эти ножа покинули десятку Сейчас два других ножа на их месте Про один из них хотелось бы вам рассказать В который раз уже возвращаюсь к этому ножу Надеюсь, что в этот раз уже надолго Сегодня он у меня как раз на кармане Вот такой вот красавчик Я уже многим рассказывал тоже про свою любовь к этим ножам Это не что иное, как протек TR3 Автоматическая его версия TR3 это Tactical Responder Что якобы этот нож очень излюблен Различными служителями закона Как это называется еще у американцев Операторс, по-нашему наемники Значит, вот такой вот нож Это легальный автоматический нож На территории Российской Федерации Потому что клинок меньше 9 сантиметров Если быть точно 8,9 сантиметра Сталька у нас на клинке 154 СМ Это достаточно стандартная сталь Для многих американских ножей Которые позиционируются как боевые Допустим, что вся практически черная серия Бенчмейда Все Эмерсоны Они все сделаны из 154 СМ Именно не из порошка В моем экземпляре здесь у нас черная Рукоятка, черный клинок На клиночке DLC покрытие Рукоятка у нас рыбья чешуя Есть очень похожая версия с черной фурнитурой Называется сват Ну, достаточно редкая Самая большая особенность этих ножей Что их не так много делают И, допустим, просто в любой момент Найти в продаже ту модель, которую ты хочешь Достаточно затруднительно В частности, с этим ножом Произошла тоже интересная вещь Заказывал я его на одном американском сайте С которым очень давно сотрудничаю Там очень всегда хороший выбор микротеков И, в принципе, протеки Есть всегда разные-разные И мне каждый раз приходят уведомления О том, какая новая версия поступила В продажу Так вот, на самом деле Я себе заказывал Самую, наверное, редкую версию этого ножа Все, ребята, то же самое Только плюс предохранитель Это остатки ножей Которые делаются для частных ВОХР, да? Военизированных охранных структур По заказу остаются остаточки Одна-две штучки Иногда попадают в продажу Собственно, такой я заказывал Но прислали мне почему-то вот эту Я в своем недовольстве заявил продавцу И, собственно, получил обратно часть денег Ту часть, причем, которую я посчитал нужным И все остальное Что такого в этом ноже, что я к этому возвращаюсь Ребята, во-первых, это автомат Я люблю автоматы Ножи, причем этот легальный Очень удобный, надежный Тут никакого намека на люфт Здесь просто шикарная механика Все по центру, все шикарно Мне очень нравится сама форма И то, как нож сложен И как он лежит в руке Это очень легкий нож, на самом деле Потому что это цельная алюминиевая рукоятка Без стальных лайнеров Вес у этого ножа 102 грамма Это очень классный вес При том, что длина клиночка, как я уже говорил 8,9 сантиметра И в обухе у нас, ребята, с вами 3,2 миллиметра Спуски достаточно высокие Они прямые И сведение у ножа, скажем так Среднее, да Оно не деликатное Это не резак Это все-таки позиционируется как тактик И поэтому здесь сведение 0,6 На кончике Причем там 0,7 Практически везде одинаковое Режет он очень неплохо Достаточно прочный у него кончик Несмотря на то, что сведен вот так Я не уверен, что камера сейчас поймает Но тем не менее Вот Что вам еще рассказать такого интересного В принципе, компания такая неоднозначная И самое, знаете, интересное, ребят Что в России этих ножей не так много И ценник на них тоже На самом деле накручивается тоже Дай боже Именно потому, что их в России мало Они не всегда проходят таможню Именно потому, что автоматически Ну и клинок иногда там Ну не проходит В моем случае все прошло И, допустим, мой товарищ Костя Который нам давал там целую кучу ножей Широгоровых на обзор После того, как мы пообщались с ним побольше Он понял, что вот эти Широгоровы Лежат у него на полке И даже часть он продал И сейчас он занимается тем Что он на эти деньги Покупает что-то себе на поюз И что-то такое Чтобы было недорого Не жалко было пользоваться Так вот Недавно он купил за 5 рублей Нет, вру За 6 рублей Купил на Ганзи Немного поюзанный Протек ТР3 Но там у нас Стоунвош Там очень сильно испорчен клинок Плант, потому что там сатин Но его точил кто-то Кто не умеет точить На Апексах Испортили немножко кончик Кривая заточка Это все правится И самое интересное Что там абсолютно гладкая рукоятка С черепом Панишер Да Наказатель по-нашему Или как-то он Мститель Это один из персонажей Марвел И есть такой Тоже когда-то Это была лимитка Периодически она повторяется Модель с черепом Этого Панишера И абсолютно гладкой рукояткой И вот когда точили на Апексе То вот в этих местах Просто стесали Часть покрытия Причем Я уж не знаю Как так делали Но Там знаете Вот заполированный алюминий В смысле Всеми камнями Там проходились Как следует И в общем буквально Там я сейчас уезжаю В командировку Вернусь Мы обязательно Косте восстановим нож Сделаем там Стоунвош По новой Попросим Александра Деда Маздая Чтобы он на водничках Заточил его Сформировал новый подвод И собственно Попробуем как-то Исправить момент с покрытием Я же своим экземпляром Очень доволен И вот даже сегодня На мне брюки Да Потому что у нас стало тепло Рубашка Да И нож У которого черная клипса Очень похожая на бенчерскую Отлично садится на брюки Он не тяжелый 102 грамма И очень удобно Открывается одной рукой Да Я его открыл Сделал что надо Также его сложил Либо сложил об ногу Очень удачный нож На мой взгляд Но опять же У него есть Как любители Так и противники Мне вот очень нравится Сейчас я Жду еще один Очень интересный нож От Кершел Новинку И вот Передо мной встанет вопрос В папочке-то всего 10 мест В том что у меня Для EDC И Сейчас места все заняты И придет нож Он тоже автоматический И мне придется выбирать Что-то должно будет Покинуть папку И это будет тоже Достаточно сложный выбор Потому что Вот по этому ножу Я действительно соскучился Ну не знаю Давайте попробуем В макро Наверное Такой вот клиночек Не знаю что будет Я не вижу просто дисплея Поэтому Лежит все очень удачно Очень удобно Вот Поэтому Вот такой вот у нас Сегодня машинный обзор С такой легкой историей Ну хотелось бы знать На самом деле Что вы думаете Вот про такие ножи На этом наверное и все Всем спасибо Пока Пока